Всем привет! Вот уже подходит к концу октябрь, а если вы смотрите это видео позже, то возможно у вас уже наступил ноябрь И пришло время нового выпуска моей консоли В этом выпуске я бы хотел затронуть устройство, которое в принципе в моем выпуске уже было Но оно было, скажем так, выпущено для нашего и части китайского рынка А сейчас я хочу поговорить о, скажем так, оригинальной вещи И рассказать о вот такой вот огромной серой штуке, как Nintendo Entertainment System Собственно, с NES у меня связано не так уж и много воспоминаний, поскольку, ну, какие они могут быть У меня, как и у всех, в детстве была Dendy, и я с этим ничего поделать не мог Вот именно этот NES, который у меня сейчас, да и который мой первый и, наверное, единственный NES Во-первых, он европейский, вот тут вот можно увидеть на крышечке Во-вторых, он у меня всего, наверное, года полтора, может даже чуть меньше И появился он у меня благодаря одному очень хорошему знакомому Андрею Который сейчас работает на журнал «Игромания» и компанию 101XP Собственно, как так получилось? Андрей на лето уезжал на дачу, ну, на малую родину Где у себя в городке он часто заходил в ломбард И однажды в ломбарде он нашел вот это Это был NES без блок питания Европейский, без игр, без всего Но он стоил каких-то там 500 рублей, что-то такое Он его приобрел, привез в Москву И долго думал, а что с ним вообще делать-то? В итоге он решил, что он ему не нужен И я сказал, ну, давай я у тебя его заберу И забрал, в общем-то Правда, на тот момент, когда я у него забрал вот эту тушку Геймпады, которые были в комплекте, он уже отдал И получилось так, что у меня вот только тушка Блок питания я к ней нашел очень быстро А с джойстиками была ситуация немного другая Я уже заранее, зная, что вот, скоро у меня в руках будет NES Решил заказать к нему два джойстика Причем на eBay мне попалось очень выгодное предложение Где человек продавал сразу два турбо джойстика NES Max За вполне вменяемые деньги, с очень дешевой доставкой И я решил, да, возьмут Взял, заказал Причем, да, человек из Америки, как обычно Большинство всех игровых лотов я покупаю из США Потому что там как-то рынок более развит И там игр больше, и они дешевле Все очень просто Когда ко мне приехали два джойстика, я был очень рад Сразу достал Nintendo Да, блок питания, как я уже было, я нашел очень быстро Поскольку это не такая большая проблема Скоммутировал, все подключил А, да, у меня не было игр в комплекте Я взял у, опять-таки, спасибо, Коля Пиксель, даю парочку Каттеджа посмотреть Впоследствии заказал себе большую коробку Где, как обычно, коробками игры лучше не покупать на eBay Потому что, ну, ты покупаешь сразу большое количество игр Из которых, во-первых, очень много повторяющихся Во-вторых, очень много плохих спортивных игр И, в-третьих, могут быть те, которые не будут работать вообще Но иногда зато в этих кучах получается найти действительно стоящую игру И, как правило, продавцы так и делают Они кладут вот в эту коробку стоящую игру Ставят какую-то цену Только для того, чтобы продать вместе с нормальной игрой еще кучу вот этого говна И у меня есть вот эта стопка Там где три гольфа, четыре бейсбола Американский футбол тоже там в двух-трех экземплярах Это нормально У меня на полке так вот до сих пор стоит игра Некоторые из них, опять-таки, спасибо, Коля Пиксель, даю Я с ним обменял на его повторяющиеся И теперь у меня благодаря этому есть Metroid Есть Super Mario Bros. 3 Вообще один из лучших, наверное Mario Bros. 8-16-битных И некоторые другие игры Здесь же у меня вот О, ничего не стояло, я думал А тут, оказывается, Mario Bros. находится Вот Собственно, какая проблема с играми? Естественно, у Коли американская приставка Я заказал себе тоже Американскую коробку американских игр А консоль-то у меня европейская Когда ко мне приехали игры, естественно, они не читались Но у меня там была еще проблема с контактной платой Такая, что мне пришлось, как бы, все равно пришлось разбирать консоль Когда я ее разобрал, я решил заодно и снять защиту локаут-чипа Это очень легко Там нужно отломать всего одну ножичку И все будет работать То есть европейские игры точно так же будут идти на американской консоли Ну и наоборот Единственная проблема Американские игры на европейской консоли За счет того, что в Европе 60 гетс в Америке 50 Идут замедленно То есть в некоторые игры, вроде там, например, Мегамена Играть даже удобнее Потому что все не очень быстро И есть время подумать А вот в некоторых играх, вроде, Марио, к которым ты уже привык И рука набита Все очень классно Играть совершенно неудобно Ну, поэтому у меня вот NES, в общем-то, больше находится Как именно экземпляр выставочный Играю я не на нем Играю я на комбайне, который называется Retron 3 О котором я уже давным-давно хочу всем рассказать Но историю про геймпады я не закончил Вот, когда ко мне приехали два геймпада NES Max Они были американские Я собрал, все поставил, включил, подключил Геймпады не работали Сначала я думал, что продавец прислал мне просто два нерабочих геймпада Такой, ну, все может быть, конечно Потом полез в интернет, посмотрел Оказалось, что у некоторых контроллеров Европейских и американских Разная распиновка по там И Макс американский не работает с европейской консолью Так получилось, что мне пришлось потом Менять один из этих двух NES Max'ов на обычный контроллер Для европейской консоли Жалею ли я об этом? Ну, в общем-то нет Зато я при большом желании могу поиграть Кстати, когда я ездил в Париж Я, естественно, закупился Если вы смотрели мое видео, как я ходил в магазин Max'e Store Я купил несколько европейских игр в том числе И вот они очень прекрасно работают на этом NES'е Но, как я уже говорил, по большей части я играю на комбайне Потому что большая часть игр в моей коллекции Это американские версии Ну, вот такая вот у меня достаточно сумбурная история про NES'е Как видите, особой дружбы с ним у меня не получилось Потому что консоль одного региона игр, другого региона Куча проблем Ну, меня спасает комбайн До которого у меня тоже когда-нибудь дойдут руки, чтобы рассказать вам Что ж, я, конечно, все понимаю Большинство из вас, дорогие мои друзья И я, собственно, живем на постсоветском пространстве Поэтому NES для нас, для всех Это такая экзотическая консоль Однако, если вам доводилось с ней сталкиваться Или, может быть, у вас сейчас в коллекции есть NES И есть какие-то воспоминания или ощущения, которые с ней связаны То, пожалуйста, присылайте свои ролики со своими рассказами На вот этот вот почтовый адрес, который появляется, как обычно, внизу экрана С заголовком письма «Моя консоль NES» Я с огромным нетерпением буду ждать ваших роликов Ну и все, что остается сейчас сказать мне Это то, что, во-первых, если вам нравятся мои ролики И вы до сих пор не подписаны на мой канал То подписывайтесь, потому что совсем скоро я вернусь с роликом про ретро-гейм-шоу С обзорами на некоторые нинтендовские новинки В общем, нам будет о чем поговорить еще Ну а сейчас хочу сказать только пока И до новых встреч Всего доброго Впервые, когда мне захотелось самому взять в руки PlayStation Portable и поиграть в игру для нее Это когда на нее вышел Лока Рока Вроде бы выбор немного странный Но это в то время был очень серьезный эксклюзив С очень интересной и новой игровой механикой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!